Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в ютубе. Вот некоторые темы этого выпуска. Больше на 14 процентов алтайским учителям обещают повысить зарплату. Своё родное. Алтайские заводы наращивают выпуск продукции, которая должна заместить импортную. Но с какими сложностями они сталкиваются? Скорость, кайфы и шумная езда. Шумных водителей предложили штрафовать на 100 тысяч рублей. 20 детей из Украины будут учиться в школах Алтайского края. Всего в наш регион приехали 30 несовершеннолетних, из которых 20 школьного возраста. Большая часть уже зачислена в образовательные учреждения, сообщает Краевое министерство образования. Известно также, что устраивают в наши школы и педагогов из Украины. Но сколько учителей будет работать, пока не сообщается. Кстати, алтайским педагогам с октября обещают повысить зарплату. По словам чиновников, это не первое повышение за этот год. И в целом вознаграждение учителей должно вырасти на 14%. Об этом рассказали на Большом педагогическом совете, который сегодня прошел в Барнауле. О ключевых изменениях в системе образования в следующем сюжете. На пути к единому образовательному пространству. Обсудить новшества в образовании собрались педагоги края и представители всех уровней власти, включая федеральный. В онлайн-обращении министра просвещения России, которым и открыли встречу, ключевая мысль посвящена указу президента о том, что 2023 год официально станет годом педагога и наставника, что позволит повысить статус представителей этой профессии. С 1 сентября перечень бумаг, которые должен заполнять учитель, будет строго ограничена. Кроме того, уже поставлена точка в дискуссиях о предоставлении учителям так называемых образовательных услуг. Это понятие исключено из закона об образовании, что в корне меняет отношение к педагогу, подчеркивает значимость, возвышенность его миссии. Иными словами, учитель теперь не просто специалист, который оказывает услуги, а представитель привилегированной профессии, призванный обучать, воспитывать и наставлять. Другой важный момент, который обсудили на совещании кадры для школ. Привлекать и удерживать учителей в образовательной среде намерены зарплатой. С июня этого года ее уже повысили на 10% и ожидается новая надбавка. Предусмотрены средства на еще одно плановое повышение заработной платы с 1 октября на 4% с 1 октября текущего года. С нового учебного года педагогам края будет осуществляться оплата за наставничество, а также вводится доплата для студентов старших курсов, которые работают в школах. В новом учебном году в школы Барнаула придет более 10 тысяч первоклассников. По словам губернатора края, учреждения полностью укомплектованы современным учебным оборудованием. В текущем году мы с вами реализуем большую работу по капитальному ремонту 90 наших общеобразовательных школ. Из краевого и из федерального бюджета на эти цели выделено около 3 миллиардов рублей. Улучшение материально-технической базы, новые образовательные центры, решение вопроса кадров. Эксперты считают, что на проблему в образовании давно нужно было обратить внимание. И важно, чтобы первые шаги в этом направлении, подчеркивают специалисты, стали фундаментом для последующих полезных преобразований. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. Кардиологическая помощь может стать доступнее для барнаульцев. Накануне на базе 2-й краевой клинической больницы скорой медпомощи открылось новое кардиологическое отделение. Здесь будут лечить пациентов с хроническими заболеваниями, ишемической болезнью, сердечной недостаточностью и нарушениями ритма. Зачем больнице, у которой профиль, экстренная помощь, плановое отделение, знает Анна Рашагирова. Новое кардиологическое отделение во 2-й краевой клинической больнице скорой помощи только открылось. И уже здесь проходит лечение первые 15 человек. Для обследования сейчас есть практически все нужное. Суточные мониторы ЭКГ, эхокардиограф и другие аппараты. Всего в отделении 30 коек. Любая травма, любая патология, легкие, сахарный диабет, поражение почек, отравление, если в токсикологии имеет место быть такой пациент, и имеет сердечную патологию, мы в данном случае этого пациента забираем к себе в отделение и, соответственно, лечим. По словам докторов, смертность от болезни системы кровообращения в крае остается на первом месте. И появление еще одного кардиоотделения в Барнауле позволит разгрузить другие учреждения. Ведь в регионе целый пул пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которые регулярно нуждаются в плановом лечении в больнице. Нам уже направляют пациентов с поликлиник, тех, которые нуждаются именно в плановом лечении, коррекции лечения и дообследовании. И после этого лечения либо больной стабилизируется, мы его переводим с рекомендациями на поликлинический этап, либо мы видим, что пациенту нуждается в ВМП, допустим, ну, ВМП – это высокотехнологическая медицинская помощь, и мы переводим этого пациента к нашим коллегам с кардиоцентром. В будущем медики планируют заняться восстановлением нарушения ритма сердца, в частности, электроимпульсной терапией. Для этого сейчас закупают специальное оборудование. Ожидается, что вскоре в отделении смогут сопровождать пациентов, которые лечатся амбулаторно. Анна Рашагирова, день с толком. К другим темам. Сегодня в Барнауле простились с погибшим в Донбассе общественником Евгением Новиковым. По поводу его гибели выразил соболезнование глава Донецкой Народной Республики. Прощание прошло в поминальном зале Барнаульского крематория. Здесь собрались родные, друзья и коллеги Евгения Новикова. В последние годы он работал заместителем председателя общественной палаты края. По словам сослуживцев, погибший был настоящим патриотом. Человек, в первую очередь, очень отзывчивый, очень ответственный. В любое время подставит плечо товарища. Очень много уделял времени ветеранскому движению, воспитанию молодежи. Но прекрасный человек. Напомним, Евгений Новиков поехал в ДНР добровольцем. В июле перестал выходить на связь. Родственники стали искать пропавшего через соцсети. Позже выяснилось, что колонна, в которой был Новиков, попала под обстрел недалеко от Шахтерска. Несколько дней назад тело Новикова опознали. А сегодня, 17 августа, ему должно было исполниться 53 года. Напомним, по поводу кончины алтайского общественника, волонтера, соболезнования выразил глава ДНР Пушилин. Этому он посвятил отдельный пост в своем телеграм-канале. В крае наращивают объемы производства в отрасли сельхозмашиностроения, что позволит частично заместить импортную продукцию. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко, премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита на Алтай. Так, на нескольких бурнаульских предприятиях наладили производство деталей, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Анна Рашагирова подробнее. Вот так за несколько минут раскаленная сталь становится S-образной стойкой для культиватора. Ранее технику для производства такой детали Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения приобретал в Испании и Италии. Сегодня из-за разрыва логистических цепочек закупает отечественное оборудование. Так предприятию удалось достичь мощности почти в 7 тысяч S-образных стоек в месяц. Часть из них идет на комплектацию своих культиваторов, другая на продажу. Краевые власти оказали поддержку, возместив порядка 20% от затрат. На разработку конструкторской документации у нас ушло порядка месяца. А вот на технологию по производству этой S-образной стойки мы потратили порядка 3-4 месяцев. Причем основное время было потрачено не на приобретение оборудования, а именно на испытание этих стоек, на ее прочностные характеристики и на подбор правильной марки стали. Новое производство появилось и на Барнаульском заводе механических прессов. Это единственное предприятие в России, где выпускают колесные диски для сельскохозяйственной и другой тяжелой техники. Сегодня здесь производят по 50 изделий за сутки. На реализацию проекта фонд развития Алтайского края выделил льготный заем. Это почти 203 миллиона рублей, еще 350 миллионов собственные средства. Основными заказчиками завода уже стали крупнейшие российские предприятия сельхозмашиностроения. С введением этих санкций тяжелее стало обращаться и покупать такую продукцию в Европе, в Турции, в Китае. Это у нас 100% запрещение получается. После ухода с отечественного рынка крупнейшего немецкого производителя тепловых систем для сельхозтехники, их единственным поставщиком в стране стал Алтайский завод прецизионных изделий. Только в прошлом году на предприятии изготовили почти 10 тысяч комплектов тепловых систем. Чтобы догнать тот же немецкий БОШ, нужно увеличить производство как минимум в 10 раз. Для этой отрасли оборудование, инструмент делают в Европе и частично в Японии. Мы освоили у себя на заводе вот эти технологии, многие именно по оборудованию. Но, конечно, полностью заместить мы не в состоянии. Так, импортозамещение не является панацеей, которая способна вывести экономику края на новый уровень. Об этом говорят и в правительстве региона. Во-первых, она позволит сохранить то, что производили в регионе, это раз. Во-вторых, конечно же, увеличить объемы производства по новым направлениям, это два. Как говорят, в кризисной ситуации необходимо пользоваться моментом и осваивать новые рынки сбыта, новую продукцию. Вот этим и занимаются наши предприятия. В области импортозамещения, по словам Вячеслава Химочки, наиболее преуспели отрасли машиностроения, химии и пищевой промышленности. Однако, во многом это стало для предприятий вынужденной мерой. Прежде всего, необходимо замещать то, что раньше получали из-за рубежа для своего производства. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком. Отопительный сезон в Барнауле начнется вовремя. Об этом накануне сообщили власти города и руководство СГК. Задержек не будет, несмотря на то, что в районе строительства нового путепровода как раз сейчас прокладывают теплосети. Подробности в сюжете. Реконструкцией тепловой сети занимается подрядчик, который уже давно знаком руководству СГК. Объем работ значительный, предстоит уложить трубы разного диаметра. Часть теплосети на восьмепролетном путепроводе уже смонтирована. К концу недели начнется монтаж на трехпролетном. Самая большая сложность – это железная дорога. То есть вы видите, железнодорожники не каждый день разрешают работать. Это во-первых. Во-вторых, работы, связанные на высоте, они всегда очень сложные. Мы планируем, что до конца августа максимально ускорится, чтобы все-таки к началу, так сказать, отопительного сезона, чтобы не было никаких срывов. Традиционно отопительный сезон в городе стартует в середине сентября, а то и в 20-х числах, исходя из погодных условий. Тот график, который на сегодня здесь сформирован по переустройству тепловых сетей, предполагает, что до 15-го все работы должны быть завершены. Правда, до этого момента предстоит четырехдневное отключение горячей воды. Плановые испытания по контуру ТЭЦ-3 проходят ежегодно. С 22 по 25 августа без воды останутся порядка 400 тысяч барнаульцев. Но на старте отопительного сезона это никак не скажется, заверили власти города. Каких-то срывов для населения на этом объекте по тепловой сети быть не должно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Шумных водителей предложили штрафовать на 100 тысяч рублей. Такую инициативу выдвинули депутату Госдумы одной из фракций. Сегодня для таких водителей уже предусмотрен штраф, но барнаульские любители пошуметь продолжают гонять по Ленинскому проспекту. Почему они не боятся наказания и кто следит за скоростью звука? Тему продолжит Ирина Корчегина. Проспект Ленина – главная точка притяжения барнаульских суетологов. Если погулять здесь минут 10-15, можно самому услышать и увидеть, сколько ревущих машин проезжает мимо. Судя по всему, штрафы никого не пугают, да и самое главное, вряд ли вообще здесь кого-то штрафуют. Два года назад депутаты Госдумы от Краснодарского края вообще предлагали лишать прав за шумную езду, ведь водители осознанно идут на нарушения. Чтобы оглушать прохожих, они переоборудуют свои машины, но очевидно, лишение прав мера слишком жесткое. Накануне уже другие депутаты Госдумы вышли с новой инициативой увеличить штраф за ревущий авто до 100 тысяч рублей. Сейчас этот штраф в десятки раз ниже – всего 500 рублей. Музыку я чисто для себя включаю. Ну то есть, ну не так вот, да, чтобы это слышали все и… Ну чуть-чуть, чтобы слышали хотя бы. Вот такие бесят, вот такие. Серьезно. Ну, я считаю, что если гулять, например, с девушкой, атмосфера здесь совсем другая, не для этого. Мы думаем, они смешутся. А вы когда-нибудь смогли бы встречаться с парнем и ехать с ним в одной машине, если бы он был таким? Нет. Нет, категорической – нет. С такой музыкой ездят только на каких-то непонятных машинах. Очень странно. Такая проблема есть и в других городах. В Алтайском Заксобрании сейчас следят за практикой соседних регионов. Ведь какой штраф ни вводи, даже до 100 тысяч рублей, на деле работать он не будет. Специалисты говорят, проблема в правоприменении. По сути, сегодня можно привлечь к ответственности только тех водителей, которые, условно говоря, находясь во дворе, шмут на газ и стоят на месте. А вот измерить шум на том же Ленинском проспекте с точки зрения полномочий правоохранительных органов – задача сложная. У нас есть надежда, что в федеральном законодательстве при принятии нового кодекса административной ответственности были такие комментарии разработчиков, что этот раздел будет включен в раздел хулиганства, и тогда будет легче привлекать к ответственности. Но пока на сегодняшний день тот режим, который установлен, когда эти, по идее, транспортные средства можно лишать регистрации, если действительно они техническое переоружение автомобиля совершили, тяжело очень установить. И не так много привлекают ответственности по этим основаниям. Рано или поздно скорость, кайф и шумная езда к чему-нибудь приведут барнаульских водителей. И если не к большому штрафу и лишению прав, то хотя бы к ранней глухоте. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. Зминогорский тракт полностью отремонтировали в Барнауле. Это первый завершенный в этом году объект по проекту «Безопасные и качественные дороги». Как изменилась трасса и какие еще дороги отремонтируют в этом году – в нашем сюжете далее. Часть ремонтных работ на Зминогорском сделали еще в прошлом году. Это участок от Иванесова до Горнолыжной. Нынче ремонт продолжили. Теперь уже до Южного тракта. Подрядчик ДСУ-4 ремонтировал в Зминогорске 13 лет назад. Срок солидный. Эта же компания вернулась сюда в 21-м. На всем протяжении было заменено асфальтобетонное покрытие дороги. С одной стороны, на которой мы сейчас стоим, был полностью обустроен новый тротуар с велодорожкой протяженностью 2,6 км. И с левой стороны проезжей части там 1,3 км был тротуар проложен новый. Зминогорский – одна из ключевых улиц города. В том числе и потому, что здесь расположено 11 медицинских организаций, в том числе Краевая клиническая больница, онкодиспансер, перинатальный центр ДАР. Там оказывают и экстренную, и плановую помощь пациентам. Отремонтированный Зминогорский позволяет одним горожанам добраться до места лечения, другим сохранять здоровье, занимаясь физнагрузкой. У всех жителей и сотрудников на горной части города, в том числе и перинатального центра, появилась возможность во время работы, как только ты едешь на работу, во время этого заниматься спортом. Можно сесть на велосипед и доехать до рабочего места. У нас в центре такие сотрудники есть. На ремонт тракта потратили 229 миллионов рублей. А всего в этом году на разного рода ремонт и реконструкцию дорог Барнаула из бюджетов разных уровней выделено 3,5 миллиарда рублей. Это беспрецедентная цифра, говорят власти. Поэтому и объем работ впечатляет. Суммируете сами. Это 19 дорог по нацпроекту, 5 дорог по проектам жилье городская среда социально-экономического развития Алтайского края. И в рамках городского бюджета 27 дорог частного сектора, которые будут заасфальтированы, по сути приведены в такое комфортное нормативное состояние. Кстати, санкции практически не повлияли на дорожный ремонт. По словам Антона Шеломенцева, всех подрядчиков удалось сохранить. Кроме Змейногорского тракта, в рамках нацпроекта работы уже полностью завершены на четырех участках. Западные 11, 12 и 13, а также на Германа Титова. Татьяна Голубева. День с толком. И в завершении выпуска «Приятный штрих» на Барнаульской набережной пройдет танцевальный батл. Соревноваться между собой будут профессиональные танцоры, но не запрещается участие любителей. Мастер-классы по разным танцевальным направлениям, в том числе хип-хоп, устроит Барнаульская школа уличных танцоров. Желающих понаблюдать за действием ждут на набережной 21 августа в 15.30. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И напомню, что мы ждем от вас интересных и актуальных тем для наших сюжетов. Телефон редакции 205-545. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Продолжение следует...